Ребятки, я хотела очень поблагодарить тех, кто является новыми подписчиками, новыми гостями моего канала. Я надеюсь, что мы с вами будем следовать рука об руку и дальше. Потому что все видеоролики я снимаю только ориентируясь на вас и ваши интересы. Если есть какие-то пожелания, если есть какие-то у вас советы для меня, обязательно напишите. Будем придумывать, будем дальше все обдумывать, будем реализовывать это в жизни. Спасибо большое, что примкнули к моему небольшому молодому каналу. Да, начнем сегодняшнее видео. Просто хотела бы с вами поболтать, кое-что рассказать. А именно, посвятить это видео косметике, такой женской теме, косметике и тем приятным звукам, которые она издает. Вот хотела именно в таком формате с вами побеседовать. Может быть, я покажусь старомодной и какой-то там застрявшей в тех-в тех-в тех временах. Но я вот честно вам скажу, наверное, до, считай до того момента, пока я начала снимать АСМР, в моей косметичке был определенный стандартный набор, как это было раньше. То есть это тональный крем, это пудра, это что-то для подводки глаз, тушь и румяна. Для счетчиков, для скул, вернее. Ну, конечно же, тени, да, тени. По особому случаю они у меня как-то всегда использовались. В формат снятия АСМР роликов. Для меня он приоткрыл что-то новое. Я научилась как-то использовать еще другую косметику, новую. Такую, как консилеры, хайлайтеры. Все, что используется для контуринга. Так, то есть те профессиональные средства, которые раньше были в ходу именно у гримеров, там у профессиональных визажистов. И вы можете, конечно, меня поправить. Но мне так кажется, достаточно недавно вошли в косметички обычных, современных девушек, женщин. Наверное, названий никаких я сегодня там озвучивать не буду. Косметика моя бюджетная. Да, я пополняю свою косметичку постепенно. Ну, скажем так, уверенными шагами. Смотрю видео на YouTube, да, как там делают макияж. Как там рисуют различными тенями. Они сочетают тени по цветам, по фактуре, либо же какие стрелочки рисуют, либо же как использовать контурный карандаш. Я это все осваиваю, да. Я на стадии обучения впитываю, это как кубка. Тональный крем. Тональный крем. Тональный крем. Тональный крем. Кожа у меня комбинированная. Мне подходят натуральные бежевые тона. Не люблю, когда тональный крем начинает желтеть на коже. Хотя у меня всегда были проблемы с подбором цветового тона. Но потом я остановилась на бежевых тонах. И это как бы решило все проблемы. Так, это вот мой новый тональный крем. До этого я пользовалась вот этим тональным кремиком. Кремиком, кремиком. Здесь вот этого почти нет. Но этот еще новый. И еще у меня есть один тоже вот такой кремик. Но этот крем, он как бы написан для всех типов кожи. Для меня он немножко светловат, если честно. Да. Светловат он немножко по тону. Но ничего, иногда можно сделать бледненькое лицо. Да, подправить его какими-нибудь румянками. Выделить нужные зоны. И все будет в порядке. Да. Пудра. Тоже моя старая. Или старая. Это подобная. Давно себе заказала через Wildberries новую пудру. Нравится мне там заказывать. Читая отзывы. Какие девчонки пишут. Там фотографии выкладывают. И можно сразу понять, стоит или не стоит. Поэтому вот я эту бюджетную свою косметику так заказывала. Как-то вот опасненько покупать не пойми что. И да еще, которая стоит небольших денег. А вот те, кто реально покупатели уже пишут, что там приобретали. Класс там на уровне, да, с дорогой какой-то косметикой. Идет сравнение. Там ты читаешь и понимаешь, что может быть стоит это и заказать. Заказала я себе матирующую пудру. Тоже бюджетную. Матирующую. А почему? У меня комбинированный тип кожи. И вот в этой части. Крупные поры. Через какое-то время вот нанесение каких-то средств у меня появляется. Вот D-образная изолония появляется. Блеск. Вроде бы как матирующая пудра. По своим составам и свойствам она справляется с такими нюансами. По крайней мере она должна отложить на более долгое время. Эти неприятные для женщин моменты. Опять же, заказала себе бежевую. Большая. Я довольна. Я уже ею пользовалась. Я довольна. Консилеры. Вот есть у меня вот такой. Так, вот так вот его. Светленький. Тут и по-моему даже это... Да нет, это бежевый. Натурально бежевый тоже. Но мне показалось, что он какой-то светловатый. Но ничего, для высветления, например, падом носа, крыльев, носика, для высветления определенных зон. Он хорошо подходит и справляется со своими функциями. А еще один заказывал я, тоже дешевый. Он как-то потемнее, ближе как раз таки к бежевому цвету. Но, конечно, на Алиэкспрессе вот... Опять же, вроде читала отзывы. Но как-то никто этого не писал. Он жидковат. И не полное покрытие у него. Ну, я отзыв оставила. Может быть, кого-то это немножечко предостережет от заказа. Но он, можно так сказать, жидкий тональный крем. Он прозрачный, да. Вот этот вот, он хотя тоже недорогой. Ведь дешевый. Он прям хорошо маскирует круги под глазами. Вот если есть какие-то сосудики, которые выступают, то хорошо тоже прячет он их. Он мне нравится. Нравится мне вот такой консилер. Классный. Также контурный карандаш к себе приобрела. Вот двусторонний. С одной стороны хайлайтер, с другой стороны контур для лица. Неплохой такой карандашик. Мне понравился. Вот коричневый. Хорошо тушуется. И прям не оставляет каких-то жирных следов. Хотя у меня маленький опыт вообще использования таких средств. Но я начала им пользоваться и неудобств вообще не испытала. Кто-то, конечно, писал в отзывах, что это коричневый сильно. Да какой он коричневый, нормальный он. Он задает такую легкую-легкую тень. Например, на скулах или тут на висках. Легкая тень. Прям классно. Прям вот, ну, наверное, не видно. Но беленький, блестященький. Я очень довольна этой покупочкой. Там всего копейки какие-то 120 рублей. А до этого, когда я начинала только осваивать всю эту политику, связанную с макияжем, я себе использовала для обозначения контура лица. Вот такие вот тени. Коричневые. Коричневые тени. Да. В принципе, сравнить мне было не с чем. Наносила я себе это на нужные зоны лица. Он сухой. Ну, тушуется вроде бы как. Ну, вот после этого карандаша я поняла, что это было не то, не то, не то, не то. И еще на Алиэкспрессе я заказала один себе хайлайтер. Он какой-то немножко с розовиночкой. Блестящий, с розовиночкой. Хороший. Со своими функциями он справляется. Я довольна. Маленький такой объемчик. Маленький, небольшой объемчик, но его, мне кажется, надолго, надолго, очень даже надолго хватит. Так, 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 что дальше, что дальше. Дальше подводка для глаз. Подводка для глаз. Жесткая подводка для глаз. Баночки. Такой маленькой. Где-то 120 рублей она стоила. Но классная, классная. Я уже давно ею пользуюсь. И она не засыхает. Реально круто. Наверное, я второй раз себе такую шутку тоже куплю. Не буду нигде экспериментировать. И еще у меня есть экспресс-подводка для глаз. Может быть, это неправильно. Кто-то скажет, что я вообще кощунством каким-то занимаюсь. Так, сейчас найду. Найду. Где он тут у меня? Где-где-где-где-где? Ага, вот он нашла. Как я сказала, это экспресс-подводка для глаз. Это обычный автоматический карандашик. Который вот так вот выезжает. И вот так вот, вот так вот, вот так вот заезжает. Этим карандашиком я пользуюсь, когда мне нужно вообще без заморочек. Нарисовать себе стрелочки. Вот. И куда-то быстро бежать. Могу нарисовать стрелки и не пользоваться вообще тушью. Что зачастую у меня сидит в декрете. Как-то... Купила себе, не знаю, буду ли я им пользоваться. Купила себе карандаш для бровей. Какой-то коричневый карандаш со щёточкой. Не знаю, для чего. Брови у меня издавна. Я себе делала тонкую форму. Когда это, скажем так, было даже модно. Делать тоненькую форму бровочек. Вот я даже удивляюсь. Мне даже как-то вот интересно. Вот у меня тонкая форма бровей. Вроде бы ходили все. В одно время все ходили с тонкими бровями. Как у людей за какой-то такой определенный небольшой период времени. Так могут отрасти густо брови. Вот сейчас, как не посмотришь, девчонки. Одна, другая, третья. Все ходят, бровки у них широкие. Как они могли себе отрастить их так? Ведь, ну скажем, волосы вот в тех местах, которые выщипывались, ведь они плохо там растут. Ну там, это же уже редкие волосы. Как себе отрастить густые брови? Может, вы мне подскажете в комментариях? Ну я, правда, не знаю. А пробовала рисовать этим карандашом. Ну я какой-то, получается, человек с огромными четкими бровями, которые идут поверх и снизу контуров своих бровей. Но у меня это не получается. Может быть, буду им пользоваться. Просто вот серединочку немножко там затемнять. Потому что как-то наносишь все эти тональные консилеры и прочее-прочее. Брови все равно немножечко там как-то высветляются. Такой пудровый цвет приобретают. Может быть, так просто для увеличения контрастности, насыщенности. Я его буду использовать. Что еще? Тушь для ресниц. Опять же. Заказала себе. Люблю, кстати, тушь вот с вот такой вот щеточкой, если видно. Вот такая вот щеточка, чтобы она была короткая и жесткая. Для моих ресничек это идеальная щеточка, сколько туши я не пробовала. Та, которая вот как классическая есть, она мне не подходит. Мне постоянно ресницы склеиваются. А это она мне их расчесывает и дополнительно придает объем. Вот, тоже тушь взяла. Почитала по отзывам. Там вроде бы девчонки писали классное. Вообще шикарно. Мне кажется, вот с тушью я могу сравнить. Покупала туши себе и за 500 рублей, и за 600, и за 700 рублей. Было такое, дарили мне там дорогую тушь. Вот эта тушь, взятая за 180 рублей, она нитем не хуже. Я хочу сказать, она очень классная. Мне она подошла идеально. Я безумно, безумно, безумно довольна этой покупочкой. Именно этой туши. Это не реклама этого магазина. Я просто рассказываю вам, где, чего я приобретаю. То я не говорю, что я приобретаю конкретно. Не озвучиваю полные стоимости. Просто как бы как дополнение идет. Название этого магазина как дополнение. День. У меня есть вот старая-старая такая маленькая-прималенькая-прималенькая палеточка теней тоже. Ну, кстати, тенями я не часто пользуюсь. Наверное, на какие-то мероприятия. Наверное, потому что я не умела ими пользоваться раньше. Да и до конца сейчас я тоже не умею это делать. Но я учусь, как я уже говорила, повторюсь, я учусь. Вот такая небольшая палеточка. И есть еще, вот тоже новая моя. Как-то по своему опыту. Не идут, не яркие, насыщенные оттенки. Вот, либо я просто боюсь резких экспериментов. Либо мне не хочется настолько выделяться из толпы. Но я больше люблю сглаженные тона. Но мне кажется, для моей внешности не идут, как не идут именно яркие какие-то тени. С блескучками, с насыщенными цветами, оттенками. Так не идут у меня помады. Эти помады вообще мне не идут. Сейчас я не буду вам показывать никаких ни помад, ни блесков. Просто-напросто. Потому что у меня их нет. Есть у меня один блеск для губ. Он с небольшим оттенком, с небольшой блескучкой. Вот, если нанести его на губы. Так, если нанести его на губы. Вот видите, он придает небольшой отблеск. И то, это только потому, что я записываю ролики. Губы, наверное, у меня тонкие. И ничего мне не идёт. Как вот это? Не печально? Ничего мне не идёт. Вернёмся к линям. Один цвет меня не порадовал. Жёлтенький вот этот. Он чего-то начал сыпаться. Когда я снимала ролик под глазами, я его нашла. Нашла такие блёстки. Вот у меня, по-моему, даже в предыдущем ролике, где я записывала слова неизвестные. Он там посыпался у меня. И у меня получились вот тут вот. Прям блеск такой точечный. Но да ладно. Как говорится, я только начинаю дружить. С этим видом косметики. И у меня всё впереди. Пока что заказала себе вот такие недорогие. Вроде бы как сглаженные тона. Но потом буду дальше смотреть уже. Вот. И получается, что говорила я про свою косметику на видео. На целое. Хотя, когда я подумала, вот у меня возникла такая идея. Я подумала, а что я скажу своим зрителям? Что мне можно им сказать? Чего я могу им там такого интересного, полезного рассказать? Ну, тем не менее, если... Как вот на мой взгляд, если вы немножечко интересуетесь мною, моим творчеством, ну, хочу хоть что-то узнать обо мне. Может быть, будет кому интересно. Ладно. Ещё у меня тут есть несколько лаков для ногтей. Так, это только тут. Ещё у меня там есть, по-моему, три тоже цвета. Вот этого, который у меня сейчас на пальчик. На пальчик, который у меня цвета, здесь, по-моему, нет этого лака, да? Вообще, до декретного отпуска я только пользовалась услугами по маленьких уровня нанесения гель-лака на ногти. Люблю я очень гель-лак на ногтях. У меня и ногти, когда после этого растут получше, они более крепкие, потому что они под панцирем, который создаёт именно вот эти вот все составы сверху. Вот, а сейчас я уже, считай, два года, а может быть и больше, да, больше, три года. Я уже не наносила себе никаких гель-лаков. Вот обычные, обычные, абсолютно обычные лаки. Я использую для съёмок. Если, знаете, девочки, мальчики, если вдруг у вас какие-то будут советы, вот, по ходу этого видео, подскажите мне. Я буду очень рада чужому опыту, да, чужому совету. Я обязательно это всё возьму на заметку и попробую. Может быть, что-то по косметике мне подскажется. Может быть, что-то по уходу или по нанесению каких-то средств, по нанесению макияжа. Может быть, что-то, правда, мне подскажете. Это очень-очень ценно будет для меня.